что ж всех приветствую меня все так же санек зовут довольно долго я отсутствовал в принципе как обычно где-то меня три месяца не было возможно даже чуть больше на многие меня уже успели позабыть это такое хоба и появился точно вообще не знаю будет ли кому-нибудь эта тема интересна но вдруг может быть кто-то задавался вопросом услышав мои экстрим вокал каверы поэтому решил я сделать такой ролик идея для которого мне довольно внезапно прилетела в голову потому что я вот 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 этом вот ролике жаловался на какое-либо отсутствие идея тут мне раз вечером и вот внезапно так прилетела да я знаю то что мой экстрим вокал каверы никому не нравятся их качество оставлять желать лучшего и там и по звуку и по моему исполнению будем честны вот потому что я опять-таки вот в этом же ролике говорил то что бывает такое типа вот там когда записываешь там занимаешься монтажом она там как-то все так более-менее окей потом ты спустя какое-то время слушаешь и что-то как такое себе на самом деле вообще все проще некуда даже проще чем ты можешь подумать лично я предпочел экстрим вокала чистому потому что экстремальный вокал это именно вот та штука за которую я именно и полюбил все вот эти вот экстремальные направления в музыке типа там всякие металл-кор дэд-кор какой-нибудь там мелодик арт-кор и вот все такое похожее вот почему-то именно вот крик это именно вот то что меня и зацепило в музыке почему я сам не знаю просто вот понравились мне вот эти вот ваши скримы и гроулы и все тут а нож вообще в принципе то как получается крик ведь изначально использовался людьми для выражения своих там чувств эмоций еще всяких таких штук еще самых древних времен но помнишь когда мы с тобой на мамонтов еще охотились вот и тогда еще из пещеры выходить не хотел особо да я тоже прошло больше миллиона лет по моему особо ничего так и не поменялось да вот я думаю сейчас не об этом мы же ведь тогда еще говорить по сути не умели а вот орать это всегда пожалуйста то есть можно даже сделать какое-то предположение типа то что люди сначала орать научились а уже потом говорить если говорить о том то что почему же я предпочел вами на экстрим вокалу они чистый то здесь я могу сказать следующее то что экстремальная музыка с ее экстрим вокалом ну как я считаю то что она сама по себе более такая вот тут я не знаю как толком назвать типа более такая искренняя что ли более такая откровенная честная ну что-то такое в общем ну то есть чисто моё субъективное мнение то что именно в такой музыки в ней больше эмоций и эмоции настоящих если конечно так можно высказаться просто ну как мне зачастую кажется то что крик сам по себе более такой штука такая более честная искренне чем обычные разговоры это кстати я могу сказать не только насчет музыки но и насчет всего остального хотя кто-то возможно возразит типа вот в этих вот экстремальных направлениях вот все они там такие злые агрессивные жестокие полные ненависти все в таком духе так вот в этом-то и прикол весь под примеру блин я не знаю чем взять ну вот примеру любовь да она же может быть фальшивая вполне может еще как доброта тоже вполне может быть фальшивой какая-нибудь там поддержка моральная да может это все может быть фальшивым а может ли например там какая-нибудь ненависть жестоко злоба агрессия быть фальшивыми нет не может то есть к примеру когда кто-то тебя ненавидит ведет себя жестоко как-то по отношению к тебе там или еще кому-либо как-то выражает свою злость агрессию ты даже не сомневаешься в искренности этих чувств этих эмоций вообще ни разу потому что это самые искренние это самые честные чувства и эмоции у людей но опять-таки я повторюсь это чисто мое субъективное мнение как бы если считаю что что это не так как бы ну не стесняйся выражать свое мнение в комментариях или еще где-либо и кто его знает возможно ты даже прав окажешься хотя вместе с этим вообще можно сказать то что вдруг где-то у кого-то ну в этой музыке в этих коровых направлениях что все вот эти вот эмоции да они могут быть наигранными да да вполне могут быть взять к примеру те же самые инфантинхиляторы я забыл как у них песня называется но у них клипы есть где они там в лесу всякие там эти гачемучие вещи утворяют о там играют там на пеньках на барабанах там на бревнах на этих как на гитарах и как бы ну я к чему клоню то что да это тоже может быть наигранно но вероятность этого значительно ниже чем у какой-нибудь наигранное доброты обобщить если одним словом но и напоследок могу сказать следующее не знаю было ли так раньше но вот сейчас как я понимаю к сожалению криком проще донести вот то что ты ну какой какую-то свою мысль какой-то посылу еще что-то такое помощью крика на мой взгляд это сделать проще даже вот в жизни так бывает я ты говоришь просто тебя могут даже не услышать а вот когда кричать начинаешь то там сразу не услышит и скорее всего даже пойму что ты донести пытаешься ну не знаю насчет остального мира я за границей вообще никогда ни разу не бывало уже не знаю побываю ли сам знаешь кому надо за это спасибо сказать ну в моем понимании это таков наш с тобой русский менталитет что мы крик воспринимаем как-то возможно лучше чем обычный разговор ну и могу сказать наверно кое-что личное свое я думаю не надо тебе объяснять что очень многие вещи из детства и подростковых лет определяют то какие мы сейчас возможно это что-то пошло из моей семьи потому что у меня тоже и и в детстве и в подростковых годах у меня очень часто в семье использовался крик для общения в кавычках возможно вот это тоже имеет влияние я это имею ввиду вот но в принципе такой вот небольшой видосик получился разговорный повторюсь не знаю будет ли это кому-то вообще интересно но так я посчитал нужным такой видосик записать то как бы он увидит свет на ютубе так что вот так вот ну в принципе все давай не знаю когда мы увидимся с тобой снова но не знаю в общем тут я честно скажу тут я уже ничего не могу сказать и даже обещать ничего не буду потому что я принципиально никогда никому ничего не обещаю потому что никогда не знаешь заранее сможешь ли это обещание это выполнить я сам надеюсь то что мы еще увидимся с тобой но в общем давай пакедова